Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Что, хорошенькое тут местечко? Ой, тетеньки Не тетеньки, а летчики А можно в самолете посидеть? Нельзя Вот вырастешь, выучишься И сам полететь А шлем примерить? На, шлем И мне Держи Спасибо Здравствуйте Здравия желаю Копылов, председатель колхоза Очень приятно Здравия желаю Очень приятно Что-то случилось? Может помочь чем? Стоять у вас здесь будем Надо полк разместить Да где же я вам тут целый полк-то размещу? У меня домов, у нас твоя общалась В домах так человек сорок летного состава, остальные в палатках Сорок человек Эй, ну-ка от самолета отошли, быстро Цены, сорок человек Это надо смотреть А мы тут дом большой видели с воздуха А это барский дом был Но там все растащили, там пусто Ну так это отлично Слышал? Говорят, Лидия приехала Слышал, слышал я Ты че такой кислый? А? Давай, через бедро и в койку ее Отстань, понял? Верунчик Верунчик Срочно учи лейтенанта обращаться с девушками Да он вроде и так умеет Пойду я Извините Верунчик А? 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 Ай! О! Ахахаха! Ветушка! О! Хейк! Хм... Хейк! Хейк! А для меня папиросы не будет. А то я свои все скурила. Не думаю, что вы на танцы придете. А я не собиралась. А что, Маслов, вы танцуете? Ну, так. А я никак. Научиться? Ай! Танцуем, танцуем! Танца! Танца, танца! Вот что вы за человек? Вы так, вот вы так улыбаетесь. Вы знаете, я возьму над вами шефство, буду вас перевоспитывать. Потому что летчик вы хороший. Только в голове одна чепуха. Боги там всякие, богини. Да. Сейчас, сейчас. Вязать научился, с этим справлюсь. Приятно пахнет. Духи? Это я у Дементьева взяла. Маслов, а давайте на «ты»? Давайте. Давай. Ах-ха! Эх-ха-ха! Ах-ха-ха! Хм! Ах-ха-ха! Уж糟! Я у급ился! Ах! Он заходит идет в целом, шею. Удий… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте и расскажите всем. Всем, кому сможете. Здесь лежит геройский летчик. Николай Владимирович Михалев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геройский. Сопомнили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сидеть. Лишь бы хозяйка была помоложе. Здрасте, Леонид. Здрасте. Вот ты о чем обшивая баня. Смотри, Ленька, достанется тебе какая-нибудь грым застань. Чтоб мне шерсть на языке выросла. Шугаев, Каповецман, Васильев, Бес. Вот тот дом. Есть. У Ливасов, Савелия, Кулаков. Следующий за ним. Сараев, товарищ майор. Иди, иди. А, извините. Здрасьте. Здрасьте. Принимаете постояльцев? Наколдовал. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, только я не хозяйка. Пустите меня. Людмил, ну я, я пошла. До свидания. Здравствуйте. Здрасьте, Шугаев. Боевой советский летчик. Эвуа, ле бьен, дэдхо, ве, сэ, киль. Шэр, шэр. Все. Прощай, Вольтер. Везет тебе. А мне еще дифференциалы решать. У нас мотанализ, знаешь, как гад ведет. А вы знаете что, девчонки? Может это глупо, конечно. Лид, проснись. Я ведь иногда себе представляю, как я, как я приду после войны в университет. В парадной форме. Вся в орденах. И все сбегутся. Ага. Особенно мужики. В очередь выстроиться. Лида, ты чего? Ты какая-то другая из ума вернулась. Прости, Женька. Голова болит. Пойду подышу. Боря, ты что здесь делаешь? Я увидеть тебя хотел. Подумал, вдруг выйдешь. Ну, и решил, до ста дочитаю. До скольки досчитал? Три тысячи пятьсот пятьдесят шесть. Все. Мне нравится, что ты правду сказал. Вообще считаешь, что честность первое дело. Да, я тоже считаю, что врать нехорошо, но… Просто бывает, что не можешь сказать правду, Вот потому что, ну, кажется, что звучит она как-то некрасиво. И вот, вроде бы, только промолчал, а все одно ведь соврал, получается. А я вот всех обманула. Кого? Да всех. Мне доктора какой-то диагноз дурацкий поставили и списали. Совсем. А я на У-2 летала и на транспортнике, и ничего. В общем, я порвала эту справку дурацкую. Заново медкомиссию прошла и обратно сюда. Правильно я сделала. Борь. Борь. С тобой все в порядке? Я здесь только и делаю. Что? Не от немцев отбиваюсь, а от вас, кобелей. Да я не то, я же совсем. Ты… Не то. Ну да. Ты же у нас сердцеед известный. Что, не нашел еще здесь никого? Ничего и здесь найдешь. Путь до Берлина отмечать будешь. Продолжение следует. Лид, ты что? Ничего. Лид, что случилось? Лид, ну, все будет хорошо. Ну и плачь, а. Ну и плачь. Все будет хорошо. Че? Борь, ты где был? Нигде. Борь, ты чего? Ничего. Хм. Спи. Товарищ подполковник, младший лейтенант Ерёвен, младший лейтенант Бутман, младший лейтенант Мартынов, ваше распоряжение прибыли. Вольно. Что за бардак? Виноват. Ждите пока. Ну, чего, ничего, так, мужик, нормальный. Ага. Ребят, гляньте. Вот это я хорошо приехал. Девушка, а вот здесь танцы-то бывают? Линию фронта проходите на минимальной высоте, на двустах метрах. Потом чуть подымаетесь, идете по ориентирам. Цель – вот этот квадрат, 20-12. – Разрешите идти? – Иди. Есть. Ищем замаскированную технику. Следы гусениц, составы, любые признаки передвижения войск. В бой не вступать. Как только появляются немцы, уходим со снижением. Все ясно? Так точно. Да, если будет что фотографировать, снимать. Есть. Только сначала надо увидеть, что там. Либо там аэродром замаскированный, либо склады какие-то засекреченные. Короче, надо понять. Почему они этот квадрат так охраняют? Вопросы есть? Никак нет. Пошли. Третье, ты отдыхайте. А эти-то где? Третье. Эй, вам что, спортом заняться не терпится? Никак нет. Капитан Литовченко. Приказал. Двадцать кругов. По аэродрому. Вот как. Вылет по готовности. Есть. Ну, пошли, спортсмены. Так, ну че сидим? Давай, чемодан в машину и к Васильичину с квартиром. Идем. Знакомься, твой ведомый, Алексей Мартынов. Ведомый? Я что, непонятно говорю? Понял, товарищ подполковник. Разъясни ему что-то как. Прямо сейчас слетайте на коробочку. Посмотришь, как он в воздухе. Есть. Тебе вообще самого, конечно, ведомым полгода полетать. По ума бы. Понабираться. Сам знаешь, людей не хватает. Учти, лично с тебя за него спрашивать буду. Он парень, вроде неплохой, судя по бумагам. Но сам помнишь, притереться надо. Отлично помню, Виктор Степанович. Иди, Мартынов. Есть. Понял меня? Понял, товарищ подполковник. Разрешите идти? Иди. Ну, здравствуй. Значит, Леха. Ага. А я, Леня. Идем. Что заканчивал? Свердловская. Строем-то летали? Ну, конечно, летали. Правда, мало. Ну, налеты часов десять. Да, не густо. Но ничего, со мной не пропадешь. Ага. Твой? Мой. Садись. Итак, главное. Перестраивайся ко мне и главное не отстать. А. Самое главное. Я смотрю на полусферу. Проверяю. Вверх, влево, вниз, против часовой стрелки. Ты делаешь то же самое, только по часовой. Ясно? Ну, ясно, конечно. Иди сюда. Ага. Садись. Вас этому учили? Ну, конечно, учили. Ну, то учили, а то в бою. Крути головой так, чтобы шею в кровь стереть, а в воротник. Понял? Ну, конечно, понял. Да? Поехали. Ой. Че спросить-то хотел? Че за зверь баба-то у вас? Капитан Литовченко. О, брат! Бери чемодан. Закидывай. Это отдельный разговор. Да ладно. Пошли к самолетам. Белый-белый, Яроще, ответьте. Белый-белый, Яроще, ответьте. Почему не отвечают? Они уже должны быть на подлете, сюда. Что? Показалось. Продолжай. Белый-белый, Яроще, ответьте. Белый-белый, Яроще, ответьте. Разрешите? Белый-белый, Яроще, ответьте. Белый-белый, Яроще. Не отвечают, товарищ подполковник? Нет. Ну, если бы их атаковали, под зенитки попали, да даже сбили, все равно бы успели на связь выйти. А тут как? Просто пропали и все? Вызовай башню. Башня, пятисотого на связи. Пятисотый на связи. Докладываю. Посланные в квадрат разведчики не вернулись. Я потерял двух человек. Успели что-нибудь сообщить? Никак нет. Тогда прорывайся с боем, слышишь? С боем прорывайся. Ты меня понял? Понял вас. Конец связи. Товарищи офицеры. Приказ. Ну, что? Папиросы есть? Вон лежат. Если тебя угоразило сбить самолет, не засматривайся на него, как он падает. Зрелище, конечно, восхитительное, но тут же окажешься рядом с ним. Парни, знакомьтесь, мой ведомый Леха Мартынов. Отличный парень, прирожденный летчик. Всем здрасте. Здорово. Что случилось? Ребята до сих пор не вернулись. А сколько времени прошло? Скоро три часа, как вылетели. Садись, пока. Что это вы в ваше сиятельство? Чуть не опоздали. Товарищ капитан, извольте обращаться ко мне по уставу. А то что, на дуэль вызовешь? Не могу. Дуэльный кодекс не позволяет. Да? Это почему? Ну, дуэли могут драться только равные. Ну, тебе до капитана еще далеко. Спасибо. Я-то капитаном стану. А вот вы – дворяниным. Паш, Паш, Паш. Спасибо. Сегодня мы потеряли еще двух товарищей. Но упоминать мы их не будем, потому что верим. Может быть, сейчас пробираются к нам. Вон, у Ильи же получилось. Так что давайте выпьем за то, чтобы они остались живы и избежали самой страшной участи – вражеского плена. Идем. Ага. Товарищ подполковник! Разрешите обратиться? Обращайтесь. Товарищ подполковник, разрешите завтра вылезть с боевой группой? Рано тебе еще. Товарищ подполковник, я с двенадцати лет в аэроклубе. Я и Свердловском был лучшим. Летает, а хорошо, Леонид видел. Так точно, Виктор Степанович. Помните, когда мы первый раз пришли? Я вам экзамен задавал. Вы меня сейчас на тот полет на губтвахту отправили. Помню, конечно помню. Вот, он так же летает. Ну, Леонид же завтра группе нужен, а я и вам ведомый. Ладно, завтра поговорим. Все одно ничему не научусь, пока я… Завтра, завтра поглядим. Идите, от бой уже. Есть. Дементьева. Да, товарищ подполковник. Как отнесешься к тому, чтоб к Илье ведомой пойти? Людей не хватает? А, есть. А ты, Илья? Спасибо, товарищ подполковник. Из нас получится хорошая пара. Вот и хорошо. Завтрашнего дня летайте вместе. Есть. Возьмите. Спасибо. Хорошая пара. Хм. Хм. Хорошая пара. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотите, Богу покажу? Что? Пойдемте. Чего его искать-то? Вот он, всюду. Вы знаете, это же небо. А на небе звезды. А звезды — это шары раскаленного газа. Это, конечно, очень красиво, но никакого чуда тут нет. Чего ты, это вы? Прекратите шутить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я абсолютно серьезный. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот здесь разрушенный завод. От него сорок пять градусов на юго-юго-восток. Через десять километров будет река. Вот она. Как только пересекаете реку, вы в нужном квадрате. Понятно? Так точно. Значит, раскладка такая. Первая пара идет на обреющем. Вторая и третья на высоте две тысячи метров. Четвертая и пятая — четыре тысячи метров. Слышь, у меня все. Вопросы? Вопросов нет. Выполнить. Есть. Соблюдать полное радиомолчание. В бой, по возможности, не вступать. Задача пары Вадивасова — сфотографировать территорию. Задача остальных — обеспечить им защиту. В случае атаки — связать противника боем и отвлечь от пары Вадивасова. Задача прежняя — выяснить, что в этом чертом квадрате, и вернуться. Живыми. Вопросы есть? По машинам. Задача «Город» Я Бордон. Слева четыре мессера. Как поняли? Товарищ подполковник, башню вызывает. Идем. 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 Ты не понимаешь, за это морду бьют, за такое. Тебе человека доверили. Он же твой ведомый был. Ребят. Бать, ведущий. Смирно! Кого нет? Мартынова. Как случилось? Виноват, Виктор Степаныч. Ведомого потерял. Как потерял? Увлекся. У мессер на хвосте был. Сбил двуню, следил. Увлекся. ia Оставайся, порывай руководство. Выстояние, сходите. Пошли. Эх, Ленька. Надо бы ему хоть кашу отнести. Я отнесу. Спасибо, что выручили меня сегодня, товарищ лейтенант. Да не за что, товарищ капитан. Ведь это, так сказать, мой войск и долг, обязанность. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Держись. Приятного всем аппетита. Спасибо. Не прощу себя. Никогда не прощу. Прав, Вадивасов. Я убил его. Убил. Каких-то секунд не хватило. Война. С каждым может… Нет. Ты не понимаешь. Я его на звездочку, на фюзеляже… Мне человека доверили. В первом бою. Приятного аппетита. «Я его на зубе». Я его на зубе. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Иван Степанович, вдруг получится, сколько сил, сколько людей сбережем Дима Торзок А кто полетит? А, хотя да, глупый вопрос Ты и Дементьева? Так точно Кругом Есть Есть Свободны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok